Уголовное дело о подкупе чиновников Ивановского департамента сельского хозяйства на днях рассмотрено судом. К денежному штрафу приговорен пытавшийся дать взятку мужчина. Он глава фермерского хозяйства и таким криминальным способом пытался получить грант на развитие своего бизнеса. 45-летний житель Лугского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дача взятки в значительном размере. Сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области было установлено, что фигурант, являясь главой крестьянского фермерского хозяйства, в марте 2018 года передал начальнику отдела по развитию сельских территорий Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области 30 тысяч рублей за совершение действий, входящих в служебные полномочия должностного лица, а также за способствование в получении гранта на развитие семейной животноводческой фермы. Принявший подношение чиновник, надежд взяткодателя не оправдал. Внесенные в качестве взятки деньги были потрачены напрасно. У итогов криминальной сделки фермер лишился своих финансов. Грант так и не получил. А вдобавок в приговоре по итогам уголовного разбирательства к значительному штрафу. В соответствии с достигнутой договоренностью, чиновник организовал изготовление для подсудимого бизнес-плана, отвечавшего критериям допустимости для участия в конкурсе на получение указанной меры поддержки. Однако грант главы фермерского хозяйства получен не был, поскольку им не были представлены в Департамент необходимые документы. Суд приговорил подсудимого к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Что касается уголовных дел, возбужденных по материалам полиции в отношении чиновников, то они пока лишь направлены в суд с обвинительным заключением. Эпизод с фермером из Лугского района далеко не единственный в их криминальной деятельности. По версии следствия, в 2017-19 годах обвиняемые, являясь председателем и секретарем конкурсной комиссии по отбору крестьянских хозяйств на предоставление грантов, получили незаконное денежное вознаграждение в сумме около 1 миллиона от 15 индивидуальных предпринимателей, заказание содействия в получении грантов на создание и развитие фермерских хозяйств. Размер взятки, получаемый от фермеров, составлял 10% от суммы полученного гранта. Дополнительно, фермеры передавали бывшему начальнику отдела по развитию сельских территорий Департамента от 25 до 55 тысяч рублей за оформление им самим и принятие от них необходимых документов для получения гранта, допуска на конкурсный отбор и голосование именно за претендента, передавшего взятку.